Ну, во-первых, расследование даже двух катастроф про ямскую я вот не слышал, про, естественно, на германскую слышал, падение на юге Франции самолета, и про пилота, который, возможно, опустил самолет на землю. Дело в том, что у меня были съемки в симуляторе аэробуса. Так вот, аэробус сделан так, что его завалить даже нельзя, его положить нельзя, он не выполняет команды, которые не соответствуют безопасности. Я сажал, поднимал, пусть симулятор, но два раза, и мне показывали, как это происходит. Я пытался его покидать в пике, это невозможно. Я читал уже другую версию о том, что, возможно, это, опять-таки, система управления самолетами Земли, и очень может быть. Но в любом случае, так или иначе, понятно, что эти две катастрофы нужно было быстро, естественно, как и полагается, по порядку расследовать, дабы дать людям ответ и успокоить их. Самолет на Украине — это абсолютно точная разменная монета, это козырь в тех или в других руках, и ответа на историю у нас не будет, я думаю, очень долго, потому что очень выгодно делать этот самолет жертвой, используя для давления.